Добрый день, добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире Финам-ФМ. Сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем наш ежедневный двухчасовой бизнес-канал. Александр, спасибо за эстафету. Кстати, сейчас модно, видимо, да, или актуально, да? Это средство коммуникации, да, спортивную какую-то, облачать одеждой. Итак, я принял эстафетную палочку. Сегодня тема нашего обсуждения будет посвящена инициативе Минпродторга, который намерен вернуть ларьки и палатки. Так вот, возвращение ларьков и палаты, кому же это нужно? Представляю гостей. В студии сухого остатка сегодня Рафаэль Марданшин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор партийного проекта «Комфортная правовая среда» партии «Единая Россия». Рафаэль, добрый день. Добрый день. И в студии Александр Закандырин, предприниматель, член деловой России, член Центрального Совета партии «Альянс Зеленых». Добрый день, Александр. Добрый день. Уважаемые слушатели, я напомню для вас, как всегда, вы можете принять участие в нашей ежедневной беседе, позвонив, например, по телефону 6510996, код города 495, либо написав нам на сайте, адрес которого финнам.фм. И вопрос вам, первый вопрос, традиционно вам, уважаемые слушатели, ваше мнение, ваше мнение, вообще нужны палатки? Не нужны палатки? Хорошо, что их убрали однажды, или хорошо, что их вновь возвращают? Хотя сам процесс этот нехорошо как-то выглядит, да? То сюда, то туда. Так вот, вопрос вам, отвечайте на него, пожалуйста, если найдете время и желание. Ну и в ближайшее время российское правительство рассмотрит законопроект, связанный с деятельностью нестационарных торговых объектов. Рафаэль, вам вопрос номер один. Ну давайте так, как вообще относиться вот в сфере последних событий к этому самому законопроекту? Я думаю, что нужно относиться положительно. И когда вы задавали вопрос, кому это выгодно, я считаю, что это выгодно и гражданам, и это выгодно нашим предпринимателям. Особенно малым предпринимателям. Да, согласен с вами. Кому это выгодно, кому это нужно, малым предпринимателям. Но тем не менее, мы говорим о том, да, Александр, что инициативы, они периодически возникают у наших законотворцов. Но они как-то очень часто диаметрально противоположны. Вот в этом, с этой точки зрения, да? Согласен с вами. Я думаю, что должны быть четкие, понятные правовые условия ведения бизнеса. Они должны состояться, они должны быть четко определены. Предприниматели должны четко понимать, какие будут, собственно, правовые механизмы, какие, собственно, экономические условия. Посчитать свою рентабельность, прибыль и спокойно работать. А не существовать ситуации, когда один чиновник захотел одно, второй чиновник захотел другое. Мы помним 2010 год, когда пришел в Москву Сергей Семенович Собянин. И выливаем решением, волонтаристским во многом решением, принял решение, что палатки городу не нужны. Но при этом всем, надо понимать, что было снесено 7 тысяч объектов в Москве. Только в одной Москве. 7 тысяч? 7 тысяч объектов. В 2011 году, правда, успешно на этот рынок пришли. Уже другие предприниматели, которые хорошо общались уже с новой городской администрацией. И в 2011 году заключены договора по 8,5 тысячам объектов. Нормально. Которые истекают в этом году. Они были на 3 года. И в этом году первые договора будут закончены в июне месяце. И, соответственно, будут предприниматься те или иные решения. То есть мы должны понимать, что должен быть устойчивый механизм взаимодействия власти и бизнеса. Когда понятно, что, собственно, и условия, существенные условия. И понятно, насколько эти условия можно рассчитать. Год, два, три, четыре, пять. Надо же понимать рентабельность этого процесса. Надо понимать, какое количество объектов предприниматель может открывать какой бизнес. То есть мы должны понимать, что одна палатка – это один бизнес, две палатки – другой бизнес, три палатки – другой, третий. Я что вижу, что происходит? Происходит следующее. Очевидно, что власти работают в интересах крупных торговых сетей. Очевидно, что они убирают весь мелкорочный бизнес. Или создают для него невыносимую условия для ведения бизнеса, поскольку количество предпринимателей, которые играют в эту игру один раз, два раза, три раза, оно иссякает. У людей нет желания, когда его бизнес разрушили до основания, начинать его снова. Очевидно, это интерес, это заказ крупных торговых сетей. Если, например, торг сегодня создаст какие-то правовые механизмы, и это будет, по крайней мере, на какое-то обозримое количество времени – это хорошо. С моей точки зрения, у нас очень хороший закон в стране, у нас отвратительно правоприметительная практика. У нас чиновник, конкретно сидящий, конкретно управили в префектуре, делает все, что ему захочется, и может найти любые правооснования, обосновать, как он это сделал. Но самое главное – мы должны думать о гражданах, потребителях этих услуг, для которых, собственно, это делается. И граждане должны четко понимать, что, с одной стороны, это должно быть удобно в шаговой доступности, это должно быть качественно, это должно быть экологически чисто, при этом все должно быть по разумным ценам. А нас заставляют ехать в крупный супермаркет и делать, так называемые, долгосрочные покупки. Это, на самом деле, ведет к излишнему перееданию, алкоголизму и так далее, к многим другим вещам. Я уже не говорю про экономические. Согласен, согласен, это мы тоже обсудим. Рафаэль, давайте все-таки от печки мы начнем. Вот в свое время, это был какой, десятый год, да? Да, в 2010 году. Совершенно верно. Было принято вот это, ну, бог с ним, оценку мы не будем сейчас давать, волонтаристская или, может быть, основанная на какой-то логике. Вот я пытаюсь сейчас эту логику найти. Против чего тогда новый, да, тогда мэр боролся, снося эти ларьки, Рафаэль? То, что я слышал, я только это могу сказать, это... Ну, то есть мы пытаемся логику найти, да? Да, ну, логика была такая, навести порядок в Москве, чтобы упорядочить мелкорозничную торговлю, чтобы убрать незаконно действующие ларьки и киоски. Ну, и, соответственно, привести в город более такой надлежащий, более... То есть эстетической составляющей, да? Эстетический, да, более красивый вид. Ну, кстати, хотел бы отметить, что на самом деле это и произошло. Да, задача была решена, достигнута была задача. С одной стороны, одна задача была достигнута, но каким путем, это второй вопрос. Вот, и вот теперь об этом пути. Саша, я правильно понял, что 7 тысяч было снесено, а 8 500 через год появилось? Появилось, появилось, да. А причем законодательство не поменялось? Так же нельзя было? Ну, приняты новые, собственно, нормативные документы в рамках правительства Москвы, там, постановления. Ну, понятно, да, то есть создан иной правовой механизм, который понятен конкретному чиновнику, и с этим чиновником начинают работать новые люди. Скорее всего, мы понимаем, что этот бизнес очень коррупционноемкий, да? Мы понимаем, что вот если вы в хороших отношениях с местным чиновником, у вас все хорошо. Если у вас плохие отношения с местным чиновником, у вас все плохо. Да, можно разрушить этот бизнес вот абсолютно мановением, там, волшебные палочки одного чиновника, одним взмахом пера. Я бы хотел напомнить своему коллеге о том, что, говоря о том тех мотивациях, которые были у Сергея Семеновича, Собянина, да, надо понимать, что Сергей Семенович член высшего руководства партии Дина Россия. Поэтому он вполне мог посоветоваться с людьми, которые этим профессионально занимаются. Я думаю, что Рафаэль профессиональный человек, который понимает эту проблему. Он советовался, Рафаэль? Почему вот не посоветовался с вами, не узнал, как это в реальности надо делать? Да, да, да. Ну, во-первых, он с нами и не обязан был советоваться, мы все-таки... Ну, он однопартийец. Да, да, у него другие задачи решают. В Государственной Думе, а у них своя Дума Московская, городская, так что решение можно было там принимать и советоваться с депутатами Городской Думы. Ну, вот я бы что сюда здесь добавил бы. Почему вот такие вещи иногда происходят? Когда мы говорим, что вот власть действует в интересах крупных сетей, ну, скорее всего, даже не сколько власть действует в интересах, крупные сети лоббируют свои интересы через органы власти. Мелкий бизнес, малый бизнес... Такая тонкая сразу тема возникает. А как это выглядит? Ну, конечно, чиновники не знают, что вот торговые сети лоббируют эти интересы через них. Они это делают как-то очень втонятнее. В отличие от крупного бизнеса, малый бизнес не может так лоббировать свои интересы. Он все-таки разрозненный, он мелкий, не имеет... Ну, мы о ресурсах сейчас каких-то говорим, да? Да, это как раз в том числе и ресурсы. И когда мы говорим, вот сейчас Минпромторг вышел с инициативы, там потом мы слышим, что с инициативы вышел Минэкономразвитие, где-то вышел с инициативы, там, Опору России, Деловая Россия. И вот ловлю себя на мысли о том, что сам малый бизнес разрозненный. И организации, которые занимаются защитой и его интересами, и самое главное, развитием малого бизнеса у нас разрозненные. У нас нет единой структуры, которая занимается развитием малого предпринимательства в нашей стране. И которая, если позволите, добавлю, могла бы лоббировать... И вот та структура, которая могла бы отстаивать интересы именно малого бизнеса И представлять интересы малого бизнеса И в том числе лоббировать интересы малого бизнеса У нас такой структуры нет Но у нас плодятся каждый год Новые структуры У нас создаются советы по поддержке малого бизнеса У нас создаются ассоциации У нас создаются уже уполномоченные По защите прав предпринимателей У нас советы при правительстве У нас советы при президенте У нас много народу У нас даже есть бизнес-обудсмен Проблема-то не в этом же совершенно Проблема в том, что у семи нянек Дитя без глаза оказывается Все занимаются защитой бизнеса, но ответственность никто не несет. Нет органа, который был бы ответственен за именно развитие малого бизнеса. Мы сейчас ведь перечисляли, да, вот этот список достаточно длинный, как оказалось. Это все общественная организация. Не только общественная. И советы, и советы при президенте, и советы при правительстве. А в принципе может быть ответственность? И как она может выглядеть? Ну вот в том-то и дело, ответственности нет. Но есть и совет при правительстве. Все их решения рекомендательны, насколько я понимаю. Больше всего рекомендательны, но даже если они носят и такой нерекомендательный характер, но и как в виде постановления указов к исполнению, но даже если это не исполняется, по большому счету ответственность никто не несет. Вот что происходит. Я считаю, что вот в одно время в нашей стране, в начале 90-х годов, по-моему, у нас было министерство по развитию малого предпринимательства. И вот именно в это время у нас начали возникать новые законы для малого бизнеса. У нас появлялись хорошие, правильные программы развития малого и среднего бизнеса, где именно предусматривалось в том числе финансирование. У нас в бюджетах всех уровней, федерального, регионального, местного, предусматривалось одной строкой, единой отдельной строкой финансирования на поддержку и развитие малого бизнеса. Там в сумме до 5% от соответствующего бюджета. И это давало свои плоды. Бизнес понимал, что раз власть хочет, чтобы бизнес развивался, на это и выделяются деньги. И второе, что было, предприниматели знали, к кому обращаться. Они знали, вот есть наше ведомство, есть наше министерство, мы идем со своими болячками, со своими проблемами туда. Но и общественные организации тоже работали с этим министерством. А хоть они были разрозненные, разнонаправленные. Но они вокруг министерства были. Да, министерство брало, как бы так скажем, ее под свою крышу. И вот эти чаяния, вот эти все проблемы, оно знало и отстаивало эти уже проблемы именно малого бизнеса. Там где-то, вопреки интересам крупного бизнеса, но в том числе и на правительственном уровне, в том числе и на городском уровне, и на региональном. Вот это давало... Потом, как известно, пришли реформы, министерство, это исчезло. Министерство исчезло. На его место ничто не пришло. Ну, позвольте мне согласиться. Знаете, вот того же мы создадим новое министерство, и не решаться все у нас проблемы. Вот у правительства Москвы есть профильный министр, отвечающий за дела предпринимателей. Да, который, собственно, возглавляет соответствующий департамент. У него все соответствующие ресурсы. Господин Комиссаров. Да, от этого реального улучшения-то не произошло в городе. Понимаете, да? Например, вопрос мелкородичей торговли, это вопрос, там, департамента торговли и услуг города Москвы, да? Но господин Комиссаров министр, он может отстаивать интересы, говорить об этом. Ну, вот я только слышал от него какие-то куворкинг-центры, развитие каких-то инновационных технологий, да? А тут, оказывается, еще у него с диссертацией оказалась некая проблема, да? Что вот он, будучи кандидатом экономических наук, не совсем честно написал диссертацию и сказал, что отказывайся от нее тоже. Но честный парень, как бы, брат Занева, он на самом деле сам прошлый предприниматель. И лично сам он не вызывает какой-то там негативной реакции. Но при этом все, ничего реально не меняется. Вот я не думаю, что у нас появится министр федеральный, который отвечает за дела предпринимателей. А, там, вот сейчас бизнес-омбудсмен, да? Если у него нет, понятно, распределительной функции. Ну, есть возможность заносить те или иные проблемы, говорить об этом. Ну, пока ничего особенного от этого не меняется. Вот видим Минпромторг, да? Ну, собственно, о том, что Минпромторгом невозможно разговаривать. Вот коллега говорит о том, что есть большое количество общественных организаций. Слушайте, у нас 450 депутатов Государственной Думы, да? Многие из них в прошлом крупные предприниматели, судя по декларациям об их доходах, имеют практический опыт в сфере деятельности. Ну, в основном, конечно, немалый и средний бизнес, да? Основный крупный бизнес. Может, в этом проблема. Ну, может быть, да, надо вот там ввести еще законодательные ограничения, что представители крупного бизнеса должны быть не более чем там 1% от числа депутатов Государственной Думы, да? У нас же, типа, Государственная Дума любит всякие фильтры муниципальные, региональные, еще что-то. У нас же вот любой закон принят, да, через год мы откатываемся назад и опять принимаем какие-то фильтры, основания, исключения и так далее. Понятно все, да? Мы хотим создать какую-то там новую модель, ищем механизмы, да? Но при этом все невозможно менять ни партийные механизмы, ни сферы бизнеса, да? Условия каждый новый, там, не знаю, год, каждый новый, там, не знаю, цикл, да? У нас выборы в Государственную Думу не проходили ни разу вот с последней выборы, да? Одна система выборов, следующий выбор, другая система выборов. Но законодательство меняется в базовых вещах постоянно. Сейчас начали еще править конституцию. Поэтому надо очень четко понимать, что должны быть устойчивые механизмы. Это, на самом деле, применительно ко всем сферам. Но для бизнеса, очевидно, нужно понимать экономическую ситуацию, рентабельность этого бизнеса, понимать, как люди этим занимаются, мотивацию, что это за люди, какие это люди. Я не говорю, что все люди из них, там, кристально честные, хорошие, там, никогда взяток не платили. Платили взятки, с чиновниками работали, все это ясно и понятно, да? При этом все, в любом случае, мы должны формировать устойчивые механизмы. Да, надо их контролировать, надо смотреть, что торгуют. Понятно, что если у вас один ларек, извините, если вы не будете продавать слабо алкогольные напитки, вы бизнеса не сделаете из этого. Это должна быть какая-то сеть, все равно, в любом случае. Но обязательно ли подыгрывать крупным сетям и создавать для них устойчивое, там, развитие для бизнеса? Конечно, чиновник не знает, у кого он берет деньги. Вот не очень интересует, деньги не пахнут, хочется просто их получить. Поэтому, вот, собственно, и вся история. Они же рассматривают наш город, нашу страну во многом как транзитную зону. Вот они смотрят, сегодня здесь поработали. Они чиновники. Да, чиновники, да хоть региональные, хоть федеральные. В значительной степени, к сожалению, это так. И поехать, собственно, в известных направлениях Лондон, Швейцария и так далее. Понятно, в общем, все, собственно, с уважаемыми коллегами. Поэтому надо создавать устойчивый механизм, прозрачный механизм должен быть. И не постоянно не метаться из стороны в сторону. Сначала одни условия, потом другие, потом третьи. Говоря, вот я продолжу вопрос. Вот как раз и тема коснулась такая. Не надо из стороны в сторону метаться. А вот дело-то как раз заключается в том, что вот Минпромторг вышел вот с такой инициативой к нам. А эта инициатива, допустим, не будет поддержана Министерством экономического развития. Они выйдут в другой инициативой. Потому что очень разнонаправленные векторы. И в каждом министерстве есть, скажем так, но все равно свои интересы лоббируют крупные игроки. И малому бизнесу очень тяжело лоббировать свои интересы. Хотя у них есть свои общественные организации, они с ними работают. Но, вот мы говорили про министерство, одно взятое министерство в каком-то, в одном субъекте федерации или в двух-трех, они роли не играют. Это точно такая же должна быть вертикаль. Должно быть фенеральное министерство или там любой орган исполнительной власти федеральной. Но точно так же во всех субъектах федерации тоже должны быть. Они должны быть подчинены и работать, скажем так, в команде. И вот эти все проблемы, которые есть на местах, они тогда будут доходить до федерального уровня. А федеральный, будь то министр по поддержке развития малого бизнеса, он всегда сможет эти проблемы напрямую и в правительстве донести, и до президента донести. А у нас сейчас получается так, что да, бутсмен есть, но он выполняет только свои функции, он занимается защитой предпринимательства, наших предпринимателей. То есть те, кто, условно, обратился к нему за помощью. Да, обратился. А нам же нужно, кроме того, что заниматься защитой бизнеса, нам нужно в первую очередь заниматься его развитием, долгосрочным развитием. И я вот как-то на эту тему думал, и по большому счету министерство или там ведомство какое-то, агентство или комитет, но если он будет заниматься, и там критерии-то небольшие должны быть для эффективности работы этого органа. Это количество, рост числа малого предпринимателей каждый год, это поступление, доход в бюджеты всех уровней от субъектов малого бизнеса, ну и, соответственно, создание новых рабочих мест. Там критерий-то должно быть не так много, и тогда вот эффективность этого министерства, этого органа будет прозрачно, понятна. Если оно эффективно работает, есть польза, значит у нас малый бизнес каждый год развивается, поступление от малого бизнеса увеличивается, значит и польза от этого органа есть. Если этого не происходит, ну тогда можно будет говорить, что да, такое министерство не нужно. Но я считаю, что в любом случае, если мы хотим развивать малый бизнес, мы должны в это вкладывать деньги. И деньги вкладывать не только через банки, и не только через дотации и там субсидии, но деньги должны в первую очередь вкладывать в инфраструктуру, которая будет едина для всех. Этой инфраструктурой будут пользоваться все. А когда даются субсидии, дотации, ну зачастую этими льготами пользуются единицы. Те, кто может или кто имеет к этому доступ. Вот сложность в этом. А нужно создавать условия, чтобы вот те деньги, которые направляются на развитие малого бизнеса, чтобы этими условиями могли пользоваться все, все индивидуальные предприниматели и представители малого бизнеса. И вот если такой орган будет, и вот он тогда и сможет в законодательный орган, хоть в субъекты федерации, хоть в Государственную думу, вносить законодательные инициативы, именно сбалансированные, которые поддержаны вот именно в интересах малого бизнеса, которые принимаются законы. А иначе у нас так и будет вот такая ситуация разнонаправленная. Одно ведомство, одно предлагает, другое ведомство, другое, третье, третье. И мы будем шарахаться, шарахаться. И все неплохо. Мы же понимаем, очередную вертикаль пытаемся построить. Мы уже строим уже второе десятилетие эти вертикали. Но это не работает все, к сожалению. Но вот очевидно, что должны быть понятные условия, общие условия, должны быть четко регламентированные процедуры, должны быть регламенты деятельности чиновников. А кто это создаст? Ну, слушайте, вот у вас в Государственной Думе есть профильный комитет. Я не понимаю, кто вам мешает описать законодательные акты. Посмотрите статистику законопроектов. Кто вносит это к вам? Органы исполнительные власти. Правительство, администрация президента. Вот, собственно, кто вносит. Кто же депутат-то у нас не пишет законы? Люди, которые профессионально знают. Они же представители вроде как населения. Мы же вроде их для чего-то избрали. Для того, чтобы они выступали нашим представителям, писали хорошие законы, приглашали экспертные организации, людей, которые профессионально понимают предмет. А вы нам опять предлагаете создать некое министерство, создать вертикаль, прямо, не знаю, до муниципального образования, да, чтобы вот был какой-то механизм, который может тут четко там железобетонно контролировать. Ну, не контролируется, так страна слишком большая, условия слишком разные, Москва одно, Рязань другое, извините, и Венки третье уже, да, посмотрите, собственно, что происходит. Ну, совершенно разный правовой механизм, совершенно разные условия, разные стартовые условия. Плюс касаемо финансирования бизнеса, финансирования поддержки малого бизнеса. С моей точки зрения, что самое лучшее, что можно бизнесу сделать, это ему не мешать, поверьте-ка, да. Понятно, что, ну, вот, люди, некоторые нуждаются в помощи, кому-то надо объяснить, кому-то надо рассказать, да, но это исключение из правил. Если человек занимается бизнесом, у него есть к этому желание, расположенность, у него есть, ну, вот, не некие факторы, которые говорят о том, что он хочет этим заниматься, поверьте, он пробьется, он будет это делать. И просто не надо ломать ему бизнес. Если он его, извините, 10 лет строил, а его бизнес сломал чиновник за один день, вот, простые практически, пример, 10-го года, да, когда какой-нибудь глава управы говорит, за один день, пожалуйста, павильоны свои освободите. А человеку, чтобы эти павильоны сделал, там, не знаю, 5 штук, потратить 10 лет своей жизни. Он приходит домой и говорит, да ну его нафиг все, как бы, да, не хочу этим больше заниматься, буду заниматься чем-то другим, да, вот, а мы отбиваем у него желание, в принципе, этим заниматься. Он создает рабочие места, это десятки тысяч рабочих мест было в городе, которые были заняты в этой части. Кто-то устроился в новые места, кто-то пришел работать, да, но он понимает, что еще проблема, какие люди работают, да, квалицирование, не квалицирование, санитарное, геническое состояние, тоже надо посмотреть, потому что, ну, есть достаточное количество людей, которые никого никакой помощи не просят, они ничего, собственно, не требуют от государства, говорят, слушайте, дайте спокойно, нормально работать. Они даже с чиновником-то готовы договориться и даже какую-то там эту коррупционную ренту платить, да, лишь бы только не мешали работать. А то, что у нас будет министерство, которое будет распределять дотации, гранты там, еще что-то, субвенция, да, слушайте, ну, это замечательно для тех предпринимателей, которые выстроили отношения с этим министерством, конкретно на местном уровне, региональном уровне или федеральном уровне. Я не понимаю, почему депутатам Государственной Думы, что не мешает вносить хорошие законы, их принимать в собственной же Думе, где они же сами собственные сидят, да, и они принимают законы, а не правительство, но они могут написать им отрицательное заключение правительства. Ну, слушайте, ну, создадите в этом министерство. Ну, а что, у нас министерство торговли не будет или министерство экономики не будет? Что они будут писать негативные, не будут писать негативные заключения по своей части? Да, будут писать, будут говорить. Очевидно, что должен быть какой-то компромисс механизма взаимодействия, да, должно быть, ну, в первую очередь, должны быть экспертные площадки, которые можно где-то обсудить, можно показать, рассказать, да, плюс этот механизм должен стать прозрачным. А мы видим, что 90% инициатив, это администрация президента, а аппарат правительства Российской Федерации по профильным, собственно, там, министерствам, которые подготовили, как к ним удобно работать. Ну, вот у них есть возможность нормативного регулирования, да, в рамках своих, собственно, ведомственных приказов, постановления правительства Российской Федерации, указов президента. Зачем же, собственно, федеральный закон это, ним писать? Это должны делать представители нашей Государственной Думы, Московской Городской Думы. Надеемся, вот, что состав, например, Городской Думы в этом году несколько изменится, и представители, вот, собственно, наши в городском парламенте, ну, будут более чутко чувствовать настроение москвичей. Они, поскольку совершенно очевидно, ну, совершенно очевидно, что вот тот состав, который есть, и то, что есть, это вот, ну, не составляет, вот, в реальности это никакие не представители, это даже они сами уже понимают. Я здесь соглашусь, что бизнесу, в первую очередь, не нужно мешать. Тем более, я являюсь в том числе и председателем Башкортостанского регионального отделения «Деловая Россия», и с этими проблемами наши предприниматели, да, сталкиваюсь, знаю. И то, что возможно сделать на законодательном уровне, мы, конечно, стараемся и делаем, но я опять вернусь к этому вопросу, что субъектами законодательной инициативы являются в том числе президент и правительство, и их законопроекты принимаются в приоритетном порядке. И просто одному депутату или нескольким депутатам бывает порой сложно противостоять тем законодательным инициативам, которые идут со стороны правительства. И вот просто зная вот эту ситуацию, я и осознанно говорю о том, что все-таки какое-то ведомство должно быть, которое будет именно лоббировать интересы малого бизнеса и работать именно с малым бизнесом. Потому что психология, даже просто развитие малого бизнеса, психология работы предпринимателей, она совершенно другая, она отличается от других предприятий, даже от, пускай даже небольших, но предприятий, которые работают в форме ООО, а индивидуальные предприниматели совершенно по-другому. И чутко реагируют на все изменения, на любые малейшие финансовые нагрузки, они тут же готовы уйти. Мы вот о финансовых нагрузках тоже поговорим с вами, но давайте сделаем это через паузу, сейчас послушаем рекламу, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам-ФМ, мы сегодня говорим о возвращении ларьков и палаток, Минпромторг выступил с такой инициативой, кому же это нужно? Еще раз напомню, сегодня в студии Рафаэль Марданшин, депутат Государственной Думы Российской Федерации, координатор партийного проекта «Комфортная правовая среда» партии «Единая Россия» и Александр Закандырин, предприниматель, член деловой России, член Центрального Совета партии «Альянс Зеленых». Для вас, уважаемые радиослушатели, телефон студии 651099,6, код города 495, сайт компании финам.фм, присоединитесь к нашей беседе, она, я уверен, касается всех нас, всех нас россиян. Речь идет, во-первых, о малом бизнесе, да, это очевидно, и, во-вторых, речь идет о неком, наверное, комфорте для простого горожанина, потому что присутствие ларька и палатки, ну, можно говорить о качестве, да, этой услуги, но, тем не менее, присутствие ларька и палатки гораздо, гораздо больше, да, сокращает неудобства мне, да, потому что создает здоровую альтернативу. Ну, и вот у нас есть звонок, давайте мы с него начнем тогда, пообщаемся со слушателем. Вадим, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Добрый день, у меня вот такой вопросик по поводу 2010 года. Вот насколько законно было смесение этих палаток? Потому что я, ну, не представляю, как люди, которые там работали, наверняка были договора, аренды. Просто как в одночасье, там, за месяц можно было их расторгнуть. Насколько это законно? Так не за месяц, да, за один день, он, как Александр нам рассказывал, все это. Ну, да, то есть там, ну, все равно там тянулось, как бы там. Вадим, у вас нет печального опыта, как раз, вот, связанного с этим? Ну, скажем так, с городом нету, но с коммерческой структурой с одной есть. Была такая. Вот. Спасибо. Спасибо, Вадим, за вопрос. Спасибо. Ну, правовое основание для таких действий было постановление правительства Москвы от 3 февраля 2011 года номер 26 ПП, да, который, собственно, кардинально изменил правовой механизм, да, который дал возможность в органу государственной власти в одностороннем порядке расторгать такие договора, собственно, и лишать, фактически, возможности продолжения бизнеса, да. Ну, то есть мы говорим о договорах аренды земельного участка, в первую очередь, да. То есть то, о чем вы говорили раньше, да? Да, и преимущественно право там аренды и так далее, просто изменили правовый механизм. Понятно, что были судебные тяжбы, иски, ну и так далее. Они, конечно, шли не один день, и механизмы там, собственно, были. Я просто про исполнение этих собственных указаний. Вот написали, за один день, пожалуйста, демонтируйте, не демонтируйте, мы вам его и снесем, да. Понятно, что человек мог это обжаловать. Ну, уж когда палоку-то снесли, можно обжаловать все что угодно, да, можно ходить и говорить о любых вещах, да. Поэтому даже правовый механизм. Я вот продолжу то, что у коллеги говорил в части, касается механизмов, да. Ну, вот депутат один в поле не воин, да. Ну, наверное, один-то и в поле не воин. Но есть профильный комитет, есть фракция. У нас все, кстати, депутаты Государственной Думы в данный момент входят какие-то фракции, они от партии избраны. Они вот избирались не как одномандатники, а как, собственно, представители партии. Но есть фракции. Единая Россия, насколько мне известно, самая многочисленная фракция в Государственной Думе. Вот коллега говорил, что он руководитель, соответственно, еще проектов непосредственно в партии, да, все-таки депутаты закреплены за каким-то территориями, да, по территориальному признаку, да, вот коллега из Башкирии, да. Собственно, наверное, он может позвонить, не знаю, там, президенту Башкирии, представителю правительства Башкирии, профильному начальнику департамента или министру, к сожалению, не знаю, как непосредственно там организовать. Ну, вот, по крайней мере, депутат Государственной Думы от Москвы, неважно, даже от каких партий они избраны, но имеют возможности так или иначе руководству звонить и говорить. Но звонят они в основном-то по личным вопросам, либо, ну, вот, каким-то дружественным вопросом. все там, помогите, решите, окажите содействие, запросик подпишите. Ну, мы же знаем, что, ну, сейчас, может, этого там чуть меньше стало, просил, потому что статус депутата Государственной Думы немножко упал, да, после там определенных событий, да, мы же раньше знали, что все эти запросы продаются. Ну, не все, конечно, да, но какая-то часть. И писали такие письма, ну, это же было все, факты. Смотрите, о хорошем, если мы все-таки будем говорить, представим, действительно, что такой звонок от члена депутата Государственной Думы поступил. И он, он что, сейчас скажу, он каким образом, что он адресует вот в этом звонке? Он может приказать или он что-то может посоветить? Да нет, ну, адресует просьбу, все уже понятно, да, понятно, что Москва город маленький, да, поэтому, собственно, все друг друга знают, ну, вот ваш уважаемый человек звонит, да, уважаемый человек, нам надо как-то, ну, по уважаемому поступить, а это неуважаемые люди какие-то, да, их всех надо, это как бы, это челик там, да, всех-всех в топку, что с ними там разговаривать на какие-то темы, вот, что они там могут сделать, ничего не принесут, ничего не обеспечат, ничего не дадут. Они же там не метро Кашенкере, да, это же там не Касторам или не Кейка, вот это серьезные ребята, с ними приятно разговаривать. Другой уровень. Да, ну, давайте я немного поясню. Да, на самом деле, фракция Единая Россия, она одна из крупнейших в Государственной Думе, но вы поймите, фракция Единая Россия, члены этой фракции, это не роботы, это не все люди, которые вот просто пришли и за все тупо взяли и проголосовали. Совершенно не так. В той же фракции Единая Россия существует три платформы разделенные. Есть платформа либеральная, есть платформа социальная, есть платформа патриотическая. И взгляды у тех же людей, единороссов, депутатов, порой противоположных... И не совпадают, да? Не совпадают. И те инициативы, которые поступают в Государственную Думу, они сначала проходят обсуждение внутри фракционных групп, потом происходит обсуждение во фракции Единая Россия. Конечно, бывают споры, бывают кардинальные несогласия с теми инициативами, которые поступают в Государственную Думу. Но есть такая, так называемая, партийная дисциплина. А внутри фракции, да, мы можем спорить, мы можем доказывать свою позицию, но если поставлен вопрос на голосование, и фракция в целом проголосовала за, то, конечно же, все остальные должны выполнять это решение. Вот это говоря о том, что как в Государственной Думе принимается решение, в том числе и во фракции Единая Россия. Не понимая, что вам мешает убедить коллег в том, что, собственно, должны быть объекты... Ну, в короче, торговля в шаговой доступности, должны продаваться качественные продукты по доступным ценам, которые соответствуют определенным параметрам. Ну, поймите, внутри той же фракции Единая Россия есть представители бизнеса, есть представители крупных промышленных групп, есть представители и государственных структур, и они, каждый лоббирует свои интересы. Вот я опять возвращаюсь к тому, что у них, конечно, лоббистские возможности намного выше, чем у представителей малого бизнеса. Вот вам, в принципе, ответ на этот вопрос. Спасибо, спасибо, друзья мои, я прошу прощения, я вас прерву, давайте мы пообщаемся со слушателем, есть звонок у нас, Аркадий, добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я индивидуальный предприниматель. Так, вот, вот. Вот слом я посадил три раза. Последний слом был 15 декабря 2013 года. Вы представляете, даже Новый год не дали отработать. Ошмар. Пришли за три дня, предупредили их, потом взломали электросчетовую, свет выключили, ну и что, хотели немножко побороться, ну а куда бороться? А что, чем они аргументировали вообще, какие решения они выполняли? Ну как, вот последний Собянин, чтобы до 19 декабря было все чисто. Ну а что, они сломали все это, огородили, и это стояло до весны, огороженное. Толку-то. Ну, да. Самое главное, не дали людям работать до Нового года. Вот, представляете? Представляю. Аркадий, ну и, если можно, вы, теперь-то, какая позиция у вас? Вот, чисто человеческая? Нет, я работаю, в принципе, тоже в павильоне, еще кое-где осталось. Ну, все, знаете, все так, ну, сейчас же новая программа расчищать подходы к метро. А у меня по павильону метро. Вот там земляна 49 лет, но кто его знает? Все на птичьих правах. Вот, вот, да, ключевой момент. Ну, кто его знает, что будет завтра? Еще. Да-да, Аркадий. Я торгую не продуктами, а канцелярией, игрушками. Ну, вот люди, вы зайдите в любой супермаркет продовольствующий, везде все одно и то же. А когда были маленькие магазины, там была разная продукция. Вот мелкие производители, куда он может ссунуться? В сеть, да его оттуда пошлют. Да. А маленькие магазины брали товар. Правильно? Правильно. Вот, значит, а вот я вам расскажу сейчас. Вот, в последнее время никто не сталкать, не милиция. Ну, в общем, никаких взяток. Так. Хоть только налоговая инспекция проверяет, что, кассу и дисциплину. Ну, это ладно. Но сейчас новые правообладатели. Есть такое, товарищ Эдель Вейс. Штрафуют суд, а суд арбитражный. В электронном виде туда же даже не сходишь. Вот у меня билеты за 90 тысяч. Ясно? Да, нормально. Да, и никак от них не отмажешься. Все в электронном виде. Понятно, да. Не на кого посмотреть, не кому в глаза посмотреть уже. Правильно, и никакие там субсидии люди. Не дайте работать, нормально. Вот. То же самое. Спасибо, Аркадий. Спасибо огромное вам за звонок. Да, Рафаил. До этого вопрос был, как можно было такое делать. Я не представляю, как это можно было делать. Потому что я считаю, что это все равно, это наши граждане, это наши люди. И когда к ним относятся, откровенно сказать, по-варварски, то, что вот происходило. Ну, это никак ничем оправдать нельзя. Я прошу прощения, вот опять, забывайте. Хотел бы добавить. Порой это происходит в том числе и от того, что наши предприниматели разрозненные. И когда им предлагают объединяться, вступать в общественные организации и через общественные организации отстаивать свои интересы законным путем, они как-то вот эти вещи игнорируют. Они говорят, да у нас пока все нормально, нам все хорошо, и мы как-нибудь там сами поработаем. Вот когда наступает вот такой момент, и оказывается, что они оказываются бессильны перед исполнительной властью и перед теми вот решениями, порой незаконными. Да, такая инфантильность, да? Ну, кстати, да. Такое тоже есть. Я себя, не буду называть фамилией, но представил вот сейчас в роли чиновника. И у меня действительно серьезная задача вот сейчас. Я проехался по улицам города моего, и мне не понравились, они уродливые какие-то, те ларьки, палатки, грязь вокруг них, ну, очень часто, да? И я так подумал, говорю, нет, надо бы их всех, эти ларьки, куда-нибудь раз и вывезти за 101-й километр, чтобы эстетика была в городе. Будет красиво, будет чисто. А потом второй, да, человек, как это, внутренний голос мне говорит, подожди, дружище, эстетика, это хорошо. Ну, это же все люди, они вот работают, они зарабатывают деньги, они кормят свою семью. Давай сейчас ты ларьки, и что они будут делать? Не, ну, если есть желание эстетически что-то изменить, ну, можно придумать архитектурное планировочное решение. Ну, можно их, собственно, внедрить и сказать, что... То есть мы идем по простому пути, давайте все сломаем. Коллеги, вот смотрите, пять лет все вы должны сделать такие вот павильоны, да? Я даже не исключаю, что вот эти павильоны могли бы делать там какие-нибудь очень талантливые родственники этих чиновников. Совершенно верно. И было бы с ним, да, несмотря что... И какие возможности открываются. Да, у нас государственный семейный подряд в городе... Был у нас свое время такой пример. Был и, собственно, да, был такой пример. С пластмассовыми стульчиками, да? Да, ну, и не только. А, и не только, конечно. И не только, да, но вот при этом все. Пять лет, пожалуйста, сделайте, чтобы через пять лет было единое архитектурно-планировочное решение. Если вам не нравится внешний... Но надо же понимать, что мы говорим не только о продуктовых. Вот сейчас, уважаемый радиослушатель, начал говорить о том, что вот не стали брать взяток, значит, уже все. Первый признак того, что все, кранты. Точно уже ничего не будет, да? Это же, мы же понимаем, что это же не только продовольственные товары, да? Это не продовольственные товары. Это были в том числе мойки, в том числе автосервисы, да? И много другой инфраструктуры, которая, ну, вот не только, где есть вопрос санитарно-генического... Санитарно-генические вопросы, где, ну, очевидно, что вот люди, которые торгуют, они там не имеют санитарных книжек, что, скорее всего, это лица, там, не граждане Российской Федерации, не имеют там разрешения на работу здесь и так далее, да? Вот была такая группа, есть такая проблемная зона, да? Это очевидно, да? Это же большое количество совершенно разных людей. Например, газетный ларек, это же тоже, собственно, объект мелкородочной торговли. Мы же понимаем, ну, какая там доходность-то может быть? Ну, что он там с этими газетами-то может быть? Если он там наркотики не продает в эти газеты, какая у него доходность-то может быть? Ну, это же понятно. И он все равно попал, да? Вот мы должны всем людям четко объяснить, что, вот смотрите, есть такая возможность. Давайте четко определим условия, определим эстетический образ, определим, собственно, санитарно-геническое состояние. Не будем в этих заданных условиях действовать. Если для этого нужно людям разъяснить, надо на них разъяснить. Если уважаемый человек что-то хочет добиться, пусть он это добьется, но создаст условия. Такое отношение как раз и показывает то, что к малому бизнесу относятся как к второстепенному бизнесу, не к такому важному для государства. И его интересами как бы часто пренебрегают. Вот этого, конечно, нам как вот это исключить, как для этого нужно поднимать статус предпринимателя, поднимать престиж предпринимателя, чтобы заниматься малым бизнесом, чтобы было престижно. И что, вот я знаю некоторых учителей, врачей, которые занимаются малым бизнесом, и они чувствуют себя как-то немножко некомфортно. Неловко, неловко. Да, потому что понимают, что это как-то приниженное состояние. А вот все-таки предприниматель должен себя чувствовать себя гордым. Спасибо, уважаемый господин. Вы же понимаете, что у нас к людям второстепенные отношения, не только предприниматели. Рафаэль Марданшин, Александр Закандырин, сегодня в сухом остатке. Спасибо, уважаемые гости, спасибо, уважаемые слушатели, всего хорошего, успехов в бизнесе.